Кчао, хоуми! И сегодня у нас целых 4 коробки, 3 пары, 2 расцветки. В общем, давайте обо всем по порядку. Начинаем! Такс-такс-такс, что тут у нас? Adidas Easy Boost. Ура! Так, я даже не знаю, как все это лучше разложить, чтобы это лучше в кадре поместилось. В общем, сегодня у нас на обзоре будут Frozen Yellow и вторые Белуги. Собственно, два последних релиза Adidas Easy Boost by Kanye West. Давайте посмотрим, что у нас в этой коробке. Здесь у нас чек. Здесь у нас одна пара Белуг. Раз. Главное потом не перепутать местами коробки с кроссовками. Знаете, есть все-таки что-то в этих боксах из-под 350-х. То, что они вот такие картонные, то, что они такие очень минималистичные. Мне прям реально нравятся. Особенно еще вот эта вот калька такого бежевого цвета. Прям реально как-то. Так, здесь у нас чек. Все у нас ледит. Очень интересная вещь. Frozen Yellow. Не менее интересная пара, чем самый релиз, по крайней мере, у нас в России. Нас раз, блядь! Целых два чека. Adidas, Россия. Все окей. Так. Это, кстати, очень редкий сайз. Это 4UK. Аж целых 4UK. Но эта коробка у нас вообще пустая, потому что она есть под моих древних черно-зеленых изи. Естественных здесь внутри нет. Я просто так перекращу сюда. Давайте я поставлю куда-нибудь сюда. Так, и здесь у нас еще одни, еще одни Белуги. Пусть все это будет так вот стоять. Ну и давайте начнем, наверное, с Frozen Yellow, потому что релиз был раньше, да и, в принципе, пар меньше. Ну и выглядят они, конечно, более экзотически, я бы так сказал. Ну, собственно, сам силуэт это самый обычный 350 V2. Визуально здесь разве что петелька добавилась по сравнению со всем ранними парами. Вот. У меня, например, на черно-зеленых еще не было петелек. Вот здесь уже на Белугах, на желтых они уже есть. Петелька, кстати, пришла к нам еще из старичков, из первых 350. Так, давайте быстренько по поводу релиза в России. Как я уже и говорил, у нас было 100, ну где-то чуть больше, 103 пары вроде бы. Разыграли их все с помощью рафла на Кузнецком 6.3. И вот один из счастливчиков выиграл, смог мне дать их на взор. Он их, кстати, сейчас продает. Ссылка на него будет в описании. Поэтому, если кто-то заинтересован, вот размер 4 ик, то пишите. Ну и теперь же давайте детально разберем саму модель. Этот цвет они называют Frozen Yellow. Понятия не имею, почему он Frozen, почему он замороженный. Maybe имеется в виду вот эти вот синие полосы. Если честно, то вот сам верх кроссовка по его сочетанию цветов мне, ну, совсем не нравится. Вот если рассматривать, допустим, отдельный Mid Soul, то это да, прикольно. Это такой желтый, он реально еще просвечивает буст. Это красиво. Но если брать его внимание только вверх, то, ну, такое. Да, конечно, он очень яркий, он реально бросается в глаза. Но как и с чем можно сочетать настолько яркий желтый кроссовок, я не представляю. Здесь у нас по классике зазеркалена надпись Supply 350. И вот, допустим, если на зебрах вот эти вот полосочки белый с черным, они смотрелись реально прикольно, реально интересно. То вот желтый с этим синим мне не нравится. Пишите, кстати, в комменты, что вы думаете по поводу Frozen Yellow. На пятке у нас здесь три рефективные полоски. Реально не понимаю, зачем они это делают. Да, я это вообще случайно обнаружил, когда случайно сфоткал свою первую пару со вспышкой. Про эти полоски, мне кажется, даже не все знают. В общем, здесь на пятке, да, три рефективные полосочки. Что еще странно, что в кроссовке используется, в принципе, ну, 3-4 цвета. Это желтый, красный, синий, ну, и, возможно, еще коричневый. А на петельке строчка прошита, обычно она везде прошита красными нитками. А здесь она прошита бледно-рыжим цветом. Странно. Ну, и, конечно, вот эта вот часть кроссовки, она не подается, в принципе, никакому описанию. Это ж надо было просто додуматься, чтобы на вот этот яркий желтый Outsole натянуть вот этот темно-коричневый. Я, конечно, опять же, не дизайнер, но мне кажется, это просто очевидно, что выглядит стрёмно. Вот этот нахлёст, он, в принципе, идет во всех моделях. И вот даже здесь, в белугах, видно, что вот именно в этом месте Outsole крепится. Но здесь он как бы одного цвета, здесь он, ну, явно ни одного цвета. Ну, выглядит, опять же, стрёмно. Сама подошва, ну, если вы вдруг не смотрели ни одного обзора на 350 V2, здесь у нас Boost, причем в моделях, которые из магазина, он прям очень мягкий. Когда вы его еще не разносили, ничем не испортили, он прям пальцем туда можно прогнуть. Вот прикрыт здесь вот таким, гам-не-гам, в общем, таким коричневым цветом. Каблучок Boost. И вот здесь не очень круто сделано за счет вот этих вот, не знаю, сегментов, таких дырочек. Выглядит, конечно, классно, но когда ты это начинаешь носить на улицу, у них просто тоннами скапливается грязь, и вычтить ее оттуда практически невозможно. По шнуркам, спасибо, что хоть шнурки сделали в тон. Спасибо, что они вот этот бледно-рыжий. Ну, и, в принципе, с Frozen Yellow, как их принято называть в народе, Евро. Хотя я вообще не понимаю этого названия. Типа, ну, зебра, понятно, зебра, что она белая, там, животная. А вот, и Евро, ну, и Yellow Zebra. Короче, бред полный. И теперь давайте перейдем ко второй версии Белуг. У меня на канале есть видеоотчет, если вот так можно назвать, с релиза данной модели. Если кому интересно и вдруг не смотрели, то обязательно переходите, смотрите. Вот, но, собственно, сами Белуги V2, точнее, они называются 2.0. Сама модель Белуга – это первый, самый первый релиз из EZ 350 именно вот V2, и мне он очень нравится. По Colorway у них был точно такой же верх, но была ярко-рыжая полоска. И сочетание, на мой взгляд, реально удачное, круто смотрелось. Тем более, его легко сочетать, там, с теми же какими-нибудь просто темными джинсами или штанами. Серый цвет очень удачный. Да и сам по себе серый цвет, он, как бы, достаточно темный, и испачкать его было очень сложно, поэтому модель была очень практичная. Здесь они что сделали? Здесь они убрали рыжую полоску и сделали вместо нее серую. В общем, небольшая инверсия цветов, и новая модель готова. Можно продавать, можно делать 90 тысяч копий. Я, кстати, только сейчас понял, что, получается, это самое лимитирование издания 350 V2, а это, наоборот, самое широко распространенное. Этих пар вроде бы было 90 тысяч, в общем, какое-то нереальное количество, причем вчера буквально был ресток тех пар, которые отменили. В общем, их просто огромное количество в мире, это самая worldwide модель. Ну и по цветам здесь как-то очень тускло, все просто в серой расцветке. Раньше все это вытягивалось за счет огромной рыжей полосы, но за счет просто рыжих буквы выглядит на троечку. Вот здесь, кстати, петелька на пятку уже сделана как надо, красненьким прошита, но это второе отличие от первых белук, то, что здесь есть вот эта петля. Эту пару уже я сам выиграл, кстати, первый раз, когда я выиграл в рафле, я уже регистрируюсь в них, наверное, два с лишним года, и вот реально первый релиз, которым я выиграл именно в рафле. Короче, в описании будет ссылка на пост с продажей, ну и также кидайте ваши офферы вот на 8UK и 8,5UES мне в личку. Ну, в общем-то, и все, про них что-то рассказывают, здесь растягивать видео нет смысла, здесь все то же самое, как в Frozen Yellow, как и в куче 350 V2 Detto, точно такая же подошва. Ладно, единственное, что здесь еще необычное, это то, что здесь подошва и midsole сделаны из одного плотности материала, то есть он здесь точно так же просвечивает буст. Обычно на подошву, допустим, как здесь, он не просвечит, потому что он должен быть гораздо плотнее, но вот почему-то белук, он здесь прям такой тоненький, не знаю, насколько это будет долговечно. В общем, вот такие вот два интересных релиза, получается, самый лимитированный и самый распространенный. Жду ваше мнение в комменты по поводу того, что в последнее время так много релизов изи, да это, в принципе, они даже одни те же цвета дропают, просто вот здесь вот немного инверсии сделали, и все, новая пара, абсолютно новая. Да, и тем более скоро у нас все блютинты, и еще одна расцветка изи уже через две или три недели. В общем, жду ваше мнение в комменты, с вами был Никита Плаччный, и всем пока!